...с математическими уравнениями откладываем. Хорошо, согласен, согласен. Также есть еще одна подсказка, где указан пятый корпус. В этом корпусе находятся всего два отряда, это же 100 и 3. Да и не бесят, а пусть они поймут какой это корпус. Возьми, амаринь, да. В математической загадке, так сказать, указан... Ты же еще корни не проходил, откуда ты знаешь? Нормально. Я проходил в корне. Не расты, я не технология, это математика, я. В общем, здесь у нас что? Здесь показан третий отряд. Вот так. Где? Докажите, что, расшифруй нам, ну расшифруй. В общем, мы такие пятерочку подпорим, вносим, получается 25, 25 умножаем на 841, оттуда вычисляем... Так, 25 на 841 сколько будет? В общем, эти расчеты проводить. Значит так, в первой задаче, когда их вычисляется полностью в скобках, задача получается 3... 5, получается 5, это пятый корпус, это пятый корпус, дальше, а где дальше? Это может быть третий корпус, пятая комната? Математически вычисляется. А вы же число сами посадили, вдруг цифра 3 означает корпус, а в зале есть математики, которые прям очень хорошо знают математику. Подойдите, пожалуйста, сюда вот вперед. Я просто решала, пожалуйста. Вам еще раз проверить, пожалуйста, это все. Хорошо, переходим к другой. Погодите. А почему первая цифра означает корпус? Вот я тоже... Я хочу... Скажите это, что это корпус, а не комната, а вторая, что это комната, а не корпус. А третье, что это номер кровати, а не комната и корпус, и комната, где корпус вместо комнаты. По-моему, вы сами запомнили, вы медики пришли, что ли, а? В зал сюда. Нельзя такие шутки. Нельзя только попрекотить, что к вам состоит. Но я согласился, что щита сейчас права. Почему именно первая пятерка, и это не кровать? Почему это? И не комната. Сейчас мы дойдем до этого, не переживайте. Мы потихонечку, все логически. Есть другие же подсказки. Есть другие подсказки. На время подсказка сейчас у нас не доказана. Есть в доказательство этому другие бумаги, которые указывают номер кровати, номер корпуса, опять же показывают. Решив математическое уравнение, мы получаем точно такие же цифры. Сравнивая эти цифры с данными на этих доказательствах, мы узнаем, что именно конкретно номер корпуса, номер комнаты и кровати. Нужно просто... Это надо совместить еще. Номер смотреть никто не знает. Номер отряда и возраст. Это вы сами присвоите, это вы сами придумаете, ребят. Смотри, у нас нету, например, отряда или корпуса с номером 13, правильно? Да. Или 12, сколько там выходит? 12. 12. Нету такого отряда. Делаем выбор. Есть комната с номером 12. Нету комнаты с номером 12. Можно вопрос, можно вопрос. Марина, сколько тебе лет? 11. Я против, у женщин не спрашивают о возрасте. Но уточняющий вопрос, с какого ты года может быть? С какого вы года? 2300. 2300. 2300. Только что, только что сдали. 12 лет получалось. А может 11, еще не исполнилось. 12 лет доказано, здесь все понятно. Так, давайте решим дальше. Почему третья комната, третий и отряд, а не комната? Почему это отряд, а не комната? Потому что в пятом корпусе затреты точно два отряда. Это шестой и третий. Шестой от вода получается третий. Может это в третьем корпусе пятая комната? Нет. Почему? Потому что комнаты нам указывали на других подсказках. И нет ни подсказки. Да, ни подсказки. Подсказка означает свое. Каждая подсказка означает свое. Когда вы вычислили с вами корпуса, нам уже нет смысла его вычислять. Мы знаем, что это пятый корпус. Что подтверждает первое уравнение. Теперь нам нужно вычислить отряд в этом корпусе. Это не может быть двенадцатый отряд. Поэтому мы делаем вывод, что это возраст. Да, вот именно. Вот здесь двенадцать. И поэтому это третий отряд. Марина Никитина с третьего отряда. С пятого корпуса. Может это с пятой корпус? Пятый корпус, третья комната это может быть. Нет, комната у нас на другом. Или пятая отретья комната. Вы нас путаете. Вы одно и то же говорите. Я вам уже отвечал на этот вопрос. Вы не доказали. Так, есть еще одно доказательство прокуратуры. Продолжение следует... Продолжение следует...